Здравствуйте, хозяюшки! Меня зовут Ирина, и я рада приветствовать вас на канале о ведении домашнего хозяйства. В сегодняшнем видео я открываю новую рубрику, которая называется «Мои помощники». И в этой рубрике я буду рассказывать вам о вещах, предметах, которые помогают мне в домашней работе, ну и может быть вообще по жизни. И сегодняшнее видео я хочу начать с обзора моей новой помощницы. Вот она у меня там на заднем плане стоит, где она? Вот она, вот она, вот она. Моя замечательная мультиварка. И, девочки, я сейчас расскажу, как она у меня появилась, для чего она мне нужна, и каким образом, на мой взгляд, лучше выбрать мультиварку. Итак, девочки, вот она, моя красавица. Это мультиварка Redmond. И модель у меня, сейчас я вам покажу, сейчас я попробую приблизить, RMC M4500, вот так вот называется она. Здесь у нас имеется вот такая вот ручка, то есть ее за эту ручку можно переносить, вот так вот. И если ее покрутить, то она вот такая вот продолговатая. Ну, в общем, в принципе, я думаю, все видели мультиварки, как они выглядят, но вот моя выглядит вот так вот. Итак, здесь у меня имеется всего 10 автоматических программ, в то время как в других мультиварках есть и 20, и 30, и более того. Но я считаю, что мне 10 программ вполне достаточно, и сейчас я вам покажу, что она умеет делать. Здесь на дисплее имеется у нас несколько кнопочек. Вот, к примеру, старт, выставление часа-минуты, далее меню, с помощью которого можно нажимать на нужные режимы, кнопочка отсрочка и кнопочка подогрев. Вот эта кнопочка подогрев мне очень нравится, потому что она позволяет приготовленной пище оставаться горячей. Точно так же с помощью этой кнопки можно вообще отключать все режимы, то есть если вы случайно не туда нажали. Далее, вот эта кнопочка отсрочка, сейчас я попробую еще поближе, вот, так, наверное, видно, да? Вот эта кнопочка отсрочка, то есть, что это за кнопка? К примеру, вы вечером засыпали в мультиварку какие-то продукты и установили режимы, и нажали кнопку отсрочки, установив время, через которое мультиварка должна начать готовить. И, к примеру, к утру у вас уже готов завтрак, там, в виде каши или чего-то там, ну, можно какие-то детские блюда таким образом оставлять. Хотя, лично я не оставляла детские блюда, потому что, мне кажется, за ночь молоко, не знаю, что с ним случится за ночь, ну, наверное, не очень хорошо на ночь оставлять молоко именно вот при комнатной температуре. Но, в принципе, если вы готовите для себя или что-то не связанное с молочными блюдами, то можно вполне поставить вот эту отсрочку, и у вас блюдо будет приготовлено к тому времени, которое вам нужно. Далее, с помощью кнопочки меню, вот, можно здесь ставить режимы разные, здесь вот рис, к примеру, крупы, далее плов, можно готовить на пару, можно готовить супы, можно варить, можно делать молочные каши, тушить, выпекать, можно жарить и даже можно делать йогурты. Ну, вот, опять же, если вы неправильно что-то выставили, нажали кнопочку отмены и все пропало. Что здесь за режимы? Почему я выбрала именно такую мультиварку? Здесь есть все, что мне нужно, то есть, больше режимов мне, в принципе, и не нужно было. То есть, это такой необходимый минимум, который, мне кажется, ну, вполне достаточен для хозяйки. Эта мультиварка может варить, тушить, жарить, она может выпекать пирожки, может выпекать хлеб, можно с помощью нее делать йогурты. Очень интересная функция – это готовка на пару. То есть, ну, сами знаете, да, что при готовке на пару сохраняются все самые хорошие вкусовые качества и витамины. Ну, хотя, конечно, многие не любят блюда на пару. То есть, при выборе мультиварки я исходила из того, чтобы у меня были вот все эти режимы, плюс, кстати, здесь можно делать холодец, можно делать всякие напитки, можно даже закрывать варенье, ну, в смысле, как варить варенье. Можно делать рассолы для каких-то зимних заготовок. Ну, то есть, в принципе, эта мультиварка может все. Единственное, что отличает эту мультиварку от более дорогих, это то, что здесь нет режима мультиповар. Мультиповар – это что значит? То есть, вы можете самостоятельно выставлять температуру готовки. Но, мне кажется, этот мультиповар тоже не очень-то уж прямо нужен, потому что, ну, если мы с вами готовим, к примеру, на сковородке, да, что-то жарим, то мы же с вами не выставляем температуру. Там она, в принципе, все время одинаковая. Единственное, конечно, можем регулировать там газ больше-меньше. Ну, в общем, не знаю, мне кажется, это, в принципе, особо не нужно. Во всяком случае, мне не нужно. Но функция неплохая, да, то есть, можно выставлять любую температуру. То есть, можно уже расширить список блюд, которые можно здесь готовить, но их и так очень много, так что я особо не заморачиваюсь. Значит, была здесь вот такая вот книга рецептов, здесь 120 рецептов, и что мне очень понравилось в этих рецептах, здесь вот видите, можно всякие пудинги делать, варенье, пироги, хлеб, вот, ну, в общем, можно даже картошку варить, можно, ну, в общем, все-все-все, что ваши душа пожелают, здесь можно делать. Чем мне понравилась эта книга рецептов? Тем, что здесь не просто такие очень, очень доступные ингредиенты. То есть, мне кажется, что здесь ингредиенты, даже за которыми не нужно бежать куда-то в супермаркет, а то, что есть в холодильнике у нас всегда. То есть, вот, такие какие-то ингредиенты довольно простые и в то же время недорогие, даже если у вас что-то нет, можно докупить. Ну, очень просто все готовится, и главное, что получается очень вкусно, и прямо вот как на картинках. Ну, давайте теперь расскажу, что внутри содержалось, какая комплектация была. Во-первых, открываем крышечку, да, и у нас здесь что было внутри? Вот такая вот плошка для готовки на пару. То есть, мы вот в эту вот емкость заливаем воду, ставим вот эту вот плошку, тоже в такую емкость с дырочками, насыпаем сюда овощи или то, что нам нужно приготовить на пару, или рыбу, или мясо, и включаем режим на пару, собственно говоря, вот этот, и в течение получаса, или, ну, как бы время, можете сами задавать любое, у нас все это готовится, потом вынимается, и вода снизу выливается. Кстати, помимо всего прочего, можно готовить сразу два блюда. К примеру, мы иногда делаем рис с куриными котлетами. То есть, куриные котлеты мы выкладываем вот сюда в верх, в верхнюю емкость. Они у нас готовятся на пару, а в нижнюю емкость мы выкладываем рис и, ну, заливаем его водой. И от этой воды, которая испаряется из этого риса, у нас получается, что верхние котлеты также готовятся у нас на пару. То есть, ну, можно полноценный такой вот обед приготовить. Кроме того, в комплекте были вот такие две ложечки. Ну, это, в принципе, вот этой очень удобно пользоваться, когда там что-то жарится. Ну, вот это вот для супа. Почему такие вот пластиковые? Потому что вот эта вот емкость внутренняя, она, естественно, нельзя по ней шкрябать ничем. То есть, ну, вот такими вот безопасными ложечками можно там возиться. Далее был мерный стаканчик. И сама непосредственно вот эта емкость, она у нас 5-литровая. То есть, вот эта вот корчажка сама вмещает 5 литров. Как ее мыть? Мыть, кстати, очень просто. То есть, здесь вообще не образуется никаких жирных там следов нигде. Единственное, что когда мы поднимаем крышку, вот лично у меня, не знаю, как в других мультиварках, вот отсюда вот здесь скапливается конденсат, и он стекает, стекает, стекает и попадает вот сюда вот. Вот, на вот эту поверхность. Но, в принципе, отсюда вода никуда не вытекает. То есть, здесь можно просто тряпочкой протереть и все. Это вот единственное, что неудобно. Далее, что, как ее мыть? Значит, вот здесь вот такие штучки есть, мы на них нажимаем, и вот эта верхняя крышечка снимается. То есть, вот это все легко промывается. Остается вот эта вот одна поверхность, но на ней никогда не бывает никаких следов от пищи, поэтому, в принципе, можно ее просто тряпочкой протереть. И далее вот эта штука тоже вынимается. То есть, отсюда идет пар, когда готовится суп, к примеру, ну, любое блюдо, отсюда и выходит пар. И вот эта штука также отсюда вынимается, очень просто, даже, вот видите, одной рукой. И также промывается. Все легко, просто, и никаких следов от пищи у вас не остается. Точно так же она становится на место, и все, мультиварка как новенькая. Ну, вот этот вот ковшик сделан из, ну, как бы покрыт антипригарным покрытием, поэтому ничего пока что не пригорает. В принципе, она у меня не так уж и давно, но я пользуюсь ей крайне аккуратно, потому что мне очень жалко вот этот вот, повредить вот эту емкость. Но я слышала, что, в принципе, продаются такие емкости. Отдельно можно купить, то есть, если с этой что-то случится, можно отдельно купить. Давайте я вам пока пролистаю чуть-чуть вот эту книжку и расскажу вам. Мне кажется, что, в принципе, вот эта вот мультиварка, ну, кстати, здесь вот видите, модели разные есть. Наша мультиварка стоила, сейчас скажу сколько, в районе 6 тысяч. То есть, плюс там, ну, чуть больше 6, может быть, 6, 100, 6, 200, как-то вот так вот. Мы ее со скидкой купили за 5200. То есть, мне кажется, что для мультиварки это вообще какие-то смешные деньги. И, ну, в принципе, за 5 тысяч, да, такую помощницу иметь очень даже удобно. И вот из, если из Редмондов смотреть, то вот есть вот такие вот разные вариации на тему, да. И, кстати, мы когда выбирали, ездили в магазин Enter, ну, сначала по интернету смотрели, потом заехали к нам в Enter. И вот такая вот мультиварка стоила 6, ой, 6 или, ну, около 7 тысяч, короче. И она, в принципе, ничего не делает, то есть, она только варит и тушит. В ней нельзя жарить, ей нельзя готовить йогурты, в ней нельзя выпекать ничего. И вот эта вот мультиварка в Enter стоила намного-намного дороже, чем мы ее купили у нас в городе. Кстати, девчонки, ну, если есть Елецкие, те, кто меня смотрит, то покупали мы ее в магазине Каштан. Итак, да, ну, вот сейчас блюдо вам пролистаю, так в общих чертах посмотрите. Мне кажется, мультиварка вообще гениальное изобретение для тех, у кого маленькие детки. То есть, видите, здесь можно компотики варить детишкам. Почему? Потому что мультиварка полностью освобождает нас от стояния у плиты. И не нужно постоянно смотреть, присматривать за приготовляемой пищей, чтобы молоко не убежало, чтобы ничего не подгорело. Потому что, ну, лично у меня очень частенько пригорают все, потому что дочка требует повышенного внимания, сами понимаете. Вот видите, можно даже маринады делать. Вот. И мне кажется, также эта мультиварка будет полезна для хозяйок, которые не любят готовить. Я, например, лично не фанат готовки. И как-то, вот знаете, постоянно что-то придумывать новое у меня желания, если честно, особого нет. И вот эта мультиварка избавляет нас от постоянных раздумий над тем, что приготовить. Здесь вот можно тортики, пожалуйста. Главное, что не занимают абсолютно никакого времени. Единственное, что, конечно же, да, нужно подготовить все продукты. То есть, не получится так бросить целую курицу и целиком вот эти вот картошки, да, и получить суп. Нет, то есть, нужно все равно что-то резать. Но режем мы, в принципе, с вами и для обычных блюд. То есть, ничего как бы сверхъестественного здесь нет. Давайте сейчас приведу несколько плюсов мультиварок, ну, которые лично я для себя нашла, например. Первое, это то, что ничего не выкипает, ничего не подгорает. Второе, не нужно стоять у плиты постоянно, не нужно ничего помешивать, не нужно следить за тем, чтобы молоко не убежало, чтобы там суп не выкипел. Третье, это никаких брызг у вас не будет на варочной панели. То есть, все здесь вот, все брызги остаются внутри, собственно говоря. Четвертое, моется точно так же, как обычная кастрюля, то есть, никаких дополнительных сил вложений сюда не требуется. Четвертое, то, что готовится все опять же без вашего участия, и вы выставляете время, которое вам нужно. То есть, на это время вы полностью свободны, вы можете заниматься своими делами, вы можете заниматься детьми, вы можете даже куда-то отъехать. Но, если честно, я ее одну не оставляла дома, потому что, ну, фиг его знает, что вообще. Я не люблю оставлять ботовую технику, включенной дома. Но вообще, такая возможность существует. Опять же, режим отложенного старта очень удобная вещь, потому что можно с утра подольше поспать. Это, мне кажется, вообще основной плюс. И последний плюс, это она очень такая маневренная, то есть, она очень легкая. И она, ну, она очень легкая для такого размера. Здесь есть ручка, она вполне может переноситься куда вам угодно. Можно ее брать на дачу, если у вас там нет, ну, каких-то приспособлений для готовки. То есть, ну, очень удобная вещь. Какие минусы? Минусы, ну, я, например, лично для себя вообще минусов не вижу. Единственное, что я вот могу отметить, это сейчас я получше вам покажу. Вот так вот, да? То есть, здесь вот, видите, выходит у нас пар, когда мы готовим, когда она, моя дорогая, готовит. Отсюда она выпускает пар. И так как она у меня стоит под верхними шкафчиками кухонными, то вот этот пар попадает на низ верхних шкафчиков. Что мне не очень нравится, но и со временем, конечно, там все это отсыреть, я так предполагаю, и развалится. Но это, опять же, не ее минус, это, наверное, все-таки мой минус, потому что я ее неправильно поставила. Но здесь вот на столе она у меня как-то не прижилась, это я поставила, чтобы вам показать просто. Там она очень компактно себя ведет. И когда на время готовки я ее просто чуть-чуть выдвигаю, чтобы вот этот вот пар не попадал на верхние шкафчики. И еще один минус, это, конечно же, то, что вот эта вот емкость, она требует особо тщательного к ней подхода, то есть нельзя царапать ничего. Но, в принципе, сейчас у нас все кастрюли, все сковородки точно такого же плана, то есть их тоже нельзя царапать ничем. Так что, ну, не знаю, разницы, наверное, все-таки никакой. Ну, и еще один минус, это, естественно, то, что она жрет электричество страшно. Но мне кажется, что это можно потерпеть из-за освободившегося свободного времени. Так что, да, вот такая вот у меня мультиварка. Я надеюсь, что я ответила на большинство волнующих вас вопросов. И я очень рада, что она у меня появилась, я просто счастлива. Мне кажется, это мой основной помощник на кухне. И я просто, ну, я ее готова целовать. Я, видите, с нее пылинки постоянно сдуваю, у меня все тут блестит. Но, может быть, это только, конечно, поначалу, потом это войдет в привычку, я уже не буду замечать ее. Но сейчас я очень ей довольна. И главное, что для меня освободилась куча времени для занятий с ребенком. На этом все, девчонки. Я надеюсь, что видео было для вас полезным. Я желаю, чтобы домашняя работа приносила вам только положительные эмоции, тем более, если у вас будут такие замечательные помощники, как у меня. И увидимся в моих следующих видео. Пока!